Котловский электромеханический завод Сегодня все платежи по налогам и сборам, оплату энергоносителей, оплату материалов, выплату зарплаты выплачет вовремя. Просрочек у завода нет. Завод стал выполнять свои заказы точно вовремя и в срок. Он поднял объем производства за последние два года на 18%. Доверие вернул тех потребителей, которые раньше были, заводом работали и, соответственно, заработать свой имидж. Раз уж мы заговорили о продукции, давайте на ней остановимся поподробнее. Что сегодня выпускает МСЗ и в каких объемах? Как я уже сказал, завод выпускает различные значения продукцию. Первое – это комплектующие для авиационной промышленности. По сравнению с 2015 годом, в 2017 году объемы возросли в 1,6 раза. Это очень приятно. То есть авиационные ремонтные заводы идут к нам, потому что в ответ, когда будет сделано, ответ только один. 48 часов после того, как подписаны документы. Другого ответа ОКМЗ не может быть. Второе направление – это специзделия по кооперации, которые мы делали для Министерства обороны. Их объем по сравнению с 2018 годом будет где-то процентов на 10 побольше. И третье – это направление гражданской продукции – баллоны пожаротушения. Оно сегодня тоже возрастает, и мы, как я уже сказал ранее, должны вернуть 50% от того объема, что делал завод. Есть предложение по гражданской продукции, чтобы поставить на производство новый баллончик сегодня высокого для поездов «Ласточка». Этим мы занимаемся, согласуем сейчас конструкторскую документацию. Хорошо, что заводу это дали, как бы предложение это сделать, и я уверен, что завод и сможет это сделать. Я знаю, что в последнее время завод не только привлекает новых клиентов, но и возвращает старых. Да, как я уже сказал, Кировское машиностроительное предприятие, для которого мы делаем специзделия, мы выполняем 70% гособоронзаказа по этим изделиям, 30% – другой завод. Я вот был у них 28 ноября, и вот за последние два с половиной года просрочек у нас не было. И вот у них был юбилей в 2016 году, они мне подарили книжку «Дорога перемен», вот такую книжку, да, и вот генеральный директор написал вот такие замечательные слова. Здесь написано «Надежному руководителю, надежного коллектива, от благодарного коллектива за большой вклад в выполнение гособоронзаказа 2016-2017 года». Это заслуга всего коллектива. Вот коллектив это смог. Смог доказать делами, что он может, он должен ради жизни в городе, ради людей в городе. Второе предприятие – это МКБ «Искра». Значит, мы в том году, в 2017 году выпустили первую установочную партию, и сегодня она находится на испытаниях, при положительных испытаниях, и перспектива развития этого изделия где-то на 5-7 лет. Это хороший заказ для нас. Сегодня мы выполняем, вот должны закончить в апреле, совсем новые изделия для них, которые позволят также в будущем это поставить на поток, на массовое производство. Получили неделю назад заказ на возобновление старого изделия, которым делал завод в 2011-2012 году. И это хороший объем также. Значит, появились, вот как я говорил, авиационные ремонтные заводы. Нам вернули вот то, что вылез из продукции, это то, что мубокинского завода, который выпускает аналогичную продукцию, мы заслужили вот своим доверием, то, что выпускаем вовремя и качественно. У нас рекламации нет. Новые клиенты появились, высокоточные системы и технологии. Тоже заказы, они нам пришли. Сейчас мы вот продолжаем делать для них заказ. Сейчас еще новые клиенты, мы только выиграли баллончики высокого давления для Дубнинского машиностроительного завода. То есть заказчики пошли. Вот это надо удержать. Надо подписать и сделать, чтобы вовремя и точно. Тогда будет еще больше. Имидж будет завода возрастать. Новые заказы, разумеется, приводят к увеличению объемов производства. Вот как с этим обстояли дела в 2017 году? Как я уже раньше сказал, значит, завод по авиационному направлению выполнил план. В 1,6 увеличил объем. По специзделиям остался практически на том же уровне. И в этом году мы планируем увеличить на 10%. По гражданской тематике он увеличил намного где-то. То есть примерно где-то в раз 20. Но там было ничего. В 2016 году заказов не было. И мы хотим достигнуть в этом году хотя бы 50% от того, что может завод делать по гражданской тематике. Что касается других заказов, да, мы начали работать по внутрихолдинговой кооперации, технодинамике и со смежными заводами. Делать для них штамповки, опаковки. Некоторые работы в нашем инструментальном цехе. Ну что ж, цифры производства мы узнали. Хотелось бы теперь узнать другие. Я говорю о зарплатах работников МЗ. У нас зарплата работников, как мы, проводим индексацию. Согласно нашего коллективного договора, заключенному с трудовым коллективом. Значит, мы первую индексацию провели в 2016 году. С 1 декабря в 2017 году мы эту традицию продолжили. То есть мы увеличили тарифные ставки и оклады на 7,8%. Значит, зарплату, как я говорил, уже мы выплачиваем уровень. Также на заводе есть большая социальная программа. То есть мы, согласно коллдогуру, людям разовые выплаты делаем на рождение, на бракосочетание. Даже вот мы на погребение, мы выплачиваем тем людям, которые на заводе уже давно не работают и ранее работали. Я никому еще не отказал, пока здесь вот работал. Большая социальная программа хотим и для детей. Вот перед Новым годом отвезли детей наших вместе с их родителями в зоопарк Великий Устюг. Всем понравился. Я думаю, это надо продолжить. Надо продолжать коллективный отдых. Вот на лыжах кататься, за грибами ходить. Надо это продолжать. Давайте более подробно остановимся на коллективе завода. Ветераны машиностроения, новые кадры. Кто сегодня работает на МСЗ? На МСЗ сегодня работает, я считаю, творческий коллектив, грамотный коллектив. Люди с большим опытом работы в основном. Значит, люди в возрасте близко к 50 годам. Ну, к примеру, у меня главному конструктору 72 года. Но ему не дашь, он очень вдохновленный человек. Стал в то время, когда мы начали, вот с завода вернулось новое изделие. Это вдохновляет людей, что завод живет. Второй вопрос, что приходит и молодежь. Вот приходили с техникум, пришли, у нас часть людей осталась. Каждому новому человеку, молодому, мы рады. Мы готовы его научить, готовы ему подсказать, отправить на обучение за счет завода. Есть эта большая социальная программа. Второй вопрос, что есть и ветераны на заводе, даже которые не работают. И если сегодня нужна их помощь, мне, как руководителю, чтобы освоить вот эти изделия или где-то с советом, я обращаюсь к ним. Мне никто в городе не отказал. Я вот вчера разговаривал с Антоном Антоновичем Горбач, который работал здесь технологом. Человеку 76 лет, и он готов прийти и подсказать. Главный технолог, который работает, Сергей Иванович Ильин. Я ему тоже позвонил, что ему нужна помощь. И он тоже не отказал. По молодежи я как бы сам стараюсь заниматься. И вот был на прошлой неделе в Ярославле, откуда я сам родом, в Ярославском техническом университете. И что было приятно удивлен, что там учатся люди на нужных специальностях для завода, учатся из города Котласа и Архангельской области. И это примерно на потоке 35% от группы. И поэтому я предложил, чтобы люди приходили на практику. И вот вчера мне написали на электронную почту сообщение, что люди заинтересовались и приедут на практику по тем специальностям, которым завод нужен. Подбираем людей, молодежь. Вот приходила девушка на работу в понедельник. Посмотрела, предложили ей работу, 21 год. И в 4 часа вечера она мне позвонила, сказала, что она готова хоть на следующий день выйти. Сегодня она позвонила и говорит, дайте мне что почитать. Вот это очень приятно, что благодаря тому, что завод сегодня живет, люди пошли сюда. То есть это будущее завода. Их надо научить. Пока у нас сегодня творческий потенциал есть, который способен научить, этим надо заниматься. Люди делают все. Без кадров не решают вопрос. Мы все понимаем, что развитие любого предприятия зависит в первую очередь от экономических факторов. Но есть ли что-то еще? Вот что сегодня нужно МСЭ для развития и процветания? Заводу для дальнейшего развития, как я считаю, нужно заказы. Заказы они будут. Если мы будем выполнять свои так же, как мы вот 17-й год прошли, договорные обязательства точно и вовремя, они будут и в большем количестве. У нас поверят еще лучше. Чтобы выполнить заказы, нужно, допустим, оборудование. Оборудование в заводе есть, оно морально устаревшее, но физически не внушено. Поэтому мы проводим модернизацию системы ЧПУ. Мы покупаем новый перспективный инструмент. Сегодня же технологии меняются в мире. И вот это мы стараемся применить здесь. Я проходил обучение во многих вузах, и на переподготовку был, я также проходил обучение за границей. Поэтому я видел и стараюсь вот сюда принести то, что нужно. Люди нужны. Людьми мы тоже, как я сказал, уже занимаемся. Материалы, технологии, это все есть. Нужно только желание. Желание и направленность на конечный результат. Если у человека не получается, мы предлагаем всем. Если не получается, собираем команду, мозговой штурм. И поэтому все равно результат мы достигаем. Чуть подольше, но достигаем. Главное, не замалчить проблему, все проблемы решаем. Как мне, когда во Франции учился, сказали, нет, не решаем их задачи. Есть люди, которые не хотят, не могут или не знают. Поэтому со всеми этими тремя факторами можно бороться, можно поправлять. Все. Если не получилось, посмотреть, что надо, какие действия сделать, что получилось, всегда все получится. Андрей Юрьевич, каким лично вы видите МСЗ в дальнейшей перспективе? В дальнейшей перспективе у завода я вижу в том, что у завода будут заказы, которые мы будем выполнять вовремя и подтверждать свой имидж. Соответственно, люди должны работать 8 часов. Переработки не нужно. Нужно уметь найти решения технические, использовать весь свой потенциал, чтобы за 8 часов отработать, получить достойную зарплату. После работы идти домой к семьям, выходные проводить на природе. И вот он должен быть как монолит, стабильно работающий завод. Я вот недавно был, 19 января, у губернатора на приеме, Игоря Анатольевича Орлова, да, что я ему сказал, что завод сегодня начал подниматься, как вот на взлете самолетик, который здесь на столе, да. Вот он должен подниматься, и он не должен упасть. Он должен все идти выше и выше и выше. Для этого перспектива у завода все есть. Люди есть. Я думаю, молодежь придет, поверит. И вот те люди, которые работают сегодня на заводе, они должны с гордостью произносить, что я работаю на Котловском МСЗ. Потому что в последнее время сокращенная аббревиатура КЭМС, это не совсем подходит нашему заводу, потому что по России много заводов, Ковровский, Калужский. Поэтому название истинное – Котловский МСЗ. Поэтому я, честно, горд, что я работаю на этом заводе, и что сегодня я помог этому заводу свои знания передать, и что завод сегодня находится на подъеме. Ну что же, я думаю, из интервью с директором Котловского электромеханического завода мы выяснили главное. Сегодня завод живет. Он не только живет, он поднимается все выше и выше. Он не существует, он живет. Ну, нам остается только пожелать вам удачи и дальнейшего развития. Спасибо.